Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Ницца Вим. И еще один шаг, хорошая шана к Новому году. Мы все знаем, что желающих переустроить мир великое множество. Вот построить мир в своем доме, со своим окружением, со своими близкими намного меньше. Может быть потому, что рассуждать абстрактно намного легче, чем что-то делать. Может потому, что к близким мы привыкаем, и как бы вот уже эта дистанция сокращается, и нам то, что мы не сказали бы кому-то на улице, мы всегда можем сказать близким. Они близки, но Тора говорит совершенно другое. Тора, например, говорит о благотворительности, что распределять ее надо сначала от самых близких, и так дальше, дальше, дальше. Но хорошее слово, хорошее дело, это тоже благотворительность. Следовательно, в первую очередь, она должна применяться по отношению к близким. Почему отношение к близким особенно важно в Иллуле? Поскольку есть важное правило, как человек ведет себя с другими, так Творец ведет себя с ним. Перед Рушашана, перед подведением итогов года, перед приговором на следующий год, нам особенно важно, чтобы Творец проявил свое милосердие к нам. Поэтому мы должны быть максимально милосердны по отношению к ближним. Вот эти дни вообще надо, чтобы не сказать ни одного лишнего слова. Наоборот, всегда должна какая-то быть, дарить ей хоть улыбку. Иллуль это последний месяц года, потому как бизнесмен, например, в конце года подводит переучет своего бизнеса, так и человек должен в конце еврейского года произвести переучет своих поступков, совершенным им на протяжении года, и задуматься, в чем ему следует измениться, исправить и так далее. Напоминаю, этот Новый год отчитывается от сотворения человека. Бог разговаривает с нами событиями нашей жизни, поэтому, когда что-то происходит, надо остановиться и попытаться услышать, что он хочет мне сказать. Потому что, если мы не услышим намека мягкого, будет следующий звоночек жестче, и так далее. Сказано, обрежет Господь Бог твое сердце. О чем разговор? Он найдет, как тебе в конце концов пытаться что-то достучаться. Ну, если ты не слышишь твое дело. Однажды к рабе Аврааму Коину в Тунисе пришел человек, спросил, в последнее время обрушивается на меня несчастье, одно за одним. Почему Бог делает меня так плохо? Почему это происходит со мной? И тот говорит, давайте я расскажу один случай. Один крестьянин, который никогда не был в городе, решил поехать в станицу Туниса. Ему сказали, поезжай там на станцию, сядь в поезд, и на нем доедешь. Он никогда в жизни не знал, что такое поезд не видел. Пришел на станцию, купил билет, смотрит длинная комната со скамейцем, сел, ждет, тут слышит звук громкий, все, задвигался. Он сказал, что эта комната едет, пошел в соседний вагон, все мчатся. Он высунул голову в окно, видит цепь вагонов, говорит, а как они мчатся? А ему говорят, ну, они не сами едут, впереди паровоз, ну, двигатель. А паровоз сам едет чудесно этот, изумился этот деревенский житель. Ему говорят, нет, там машинист в руках, руль, педали там. Он высунул голову в окно, увидит паровоз, машиниста нет, кричит, там что-то никто не отвечает. Он говорит, там никого нет, паровоз едет сам, все само, за ним поезд мчится, без цели, в никуда. Вдруг поезд остановился, он вышел, смотрит там, да, и увидел, что есть машинист, есть гудок, есть кто направляет движение поездом. Ты понял, сказала Мурав, пока жизнь течет к обычной, можно подумать, что все происходит само собой. Можно подумать, что все идет естественным образом. А когда раздается предупредительный гудок, когда с нами что-то происходит, когда останавливается поезд, начинают понимать, что есть водитель. И он направляет наш путь. Хорошо, если это стоянка, а если это конечный пункт. Все мы люди смертные, имеем только временную визу в этом мире. Процесс умирания начинается с самого момента нашего рождения. Нам неизвестно и точное время, когда Бог нас заберет. Поэтому наши мудрецы учат, покайся за день до смерти. А так как никому неизвестно, когда у него этот день, то говорят, что надо прожить каждый день на земле как можно полнее. Вот сейчас, представьте себе, сегодня, в утром, не дай бог, просыпаетесь и вам объявляют, это последний день в вашей жизни. И что? Ты пойдешь на рыбалку, почитаешь какой-нибудь комикс, посидишь на балконе, почешешь себе потылатель, или начнешь что-то делать совсем другое. Вот так вот и призывает нас Тора, чтобы хотя бы в эти дни, перед Рошашина, проживали день полноценный, задумываясь о себе, задумываясь о жизни, задумываясь о том, куда мы идем. Тора говорит, за два дня, за три дня до Рошашина, вы хотите получить благословение? Хотите стать богаче, здоровее, успешнее? Помогите другим, и Всевышний благословит вас на хороший год. Сделайте пример. Подумайте обо всем этом. Хорошие вам всем записи в книгу жизни, да будет это скреплена запись печатью Всевышнего на хороший, сладкий, добрый Новый год. Брахава Ацлаха, но думать все равно надо.